Петровские чтения в Казанском университете вновь становятся традицией. После пятилетнего перерыва Международная школа-семинар по гравитации вновь проводится в КФУ на регулярной основе. В этом году программа лекций для студентов была подготовлена ведущими мировыми специалистами в область астрофизики. Вы знаете, я с удовольствием слушал и лекционные доклады, которые здесь были. И на самом деле тут ближе к вечеру тут есть такая сессия более коротких докладов, которые более молодые ученые как бы обычно представляют. Она на самом деле тоже очень интересна. Там много есть чего интересного. На самом деле люди развивают очень активно гравитационное направление космологическое, что конечно связано с тем, что очень большая информация новая именно экспериментальная пришла в эту область. Много экспериментов, много телескопов работает. И физико-науку экспериментальная и астрономия как ее часть очень активно развивается в последние годы. Это может быть самая активно развивающаяся область. Тематика этой школы, она задумана так, что обсуждаются, наверное, все самые горячие моменты области, которые есть сейчас в рамках космологии. Это означает, что в принципе можно сформировать понимание молодежи, куда двигаться, на какую тему писать гранты, с кем можно советоваться, с кем входить в контакт. Вот это очень важно. История петровских чтений ведет отсчет с 1987 года. Школа-семинар по гравитации для студентов и молодых ученых названа в честь основателя кафедры теории относительности гравитации Казанского университета, выдающегося физика и математика Алексея Зиновича Петрова. Петровские чтения в Казанском университете проводились 22 года подряд. После некоторого перерыва школа продолжила свою работу в 2014-м, уже в зимнее время. В этом году КФУ провел вторую зимнюю школу-семинар «Петровские чтения», которая собрала около сотни ученых и студентов. Немножечко сместился фокус работы этой школы. Если раньше она была больше посвящена общим вопросам теоретической и математической физики, сейчас мы больше в рамках нашей школы обсуждаем вопросы, связанные с астрофизикой, вопросы, связанные с космологией, то есть устройством Вселенной в целом, вопросы, связанные с теорией гравитации и различными проблемами в этой области. И вот уже второй раз мы собираем такую школу. В этом году особенность этой школы в том, что очень сильный и очень интересный состав лекторов. Больше всего меня заинтересовали доклады по гравитации и космологии. Только что мы продуктивно пообщались с профессором Старобинским и с профессором Шин-Ичи и Науджири из Японии. Я всерьез увлечен всем тем, что происходит здесь. Уровень лекций впечатляет, а скоро я и сам выступлю с докладом. В этом году меня вот сейчас абсолютно пленило открытие школы-семинар, потому что было все так четко, конкретно организовано. Говорилось о больших задачах, которые стоят перед мировой наукой, которые стоят перед Казанским федеральным университетом и которые решаются в рамках программы «Астровызов». Вот это вот меня очень поразило, потому что действительно настолько дерзкая, нормальная, по-хорошему программа, что хочется в ней также поучаствовать. Тем более, вот наши тематики совпадают, естественно. Фокус петровских чтений на гравитации был в частности предиктован интересом казанских ученых к этой теме. Исследования гравитации, темной материи и черных дыр проводятся командой ученых КФУ в рамках проекта «Астровызов». Эта новая стратегическая академическая единица стала площадкой для прорывных исследований университета в области космоса. При этом «Астровызов» служит некой междисциплинарной координационной платформой для специалистов различных областей не только из КФУ, но и из других университетов по всему миру. В частности, в команду ученых проекта «Астровызов» входит академик РАН Алексей Старобинский, который также возглавляет в КФУ Центр теории гравитации и космологии. «Я считаю, что у нас работа ведет успешно, получены ряд интересных результатов, и эти результаты были как раз отложены на этих петровских чтениях. В частности, этот центр организовал международную школу «Школу семена», которая называется «Петровские чтения 2016-2016». В частности, значительное количество докладов на этой конференции как раз и есть результаты, полученные в нашем центре». Руководство Института физики КФУ уже планирует следующий школу «Семинар по гравитации». Ожидается, что в 2017 году петровские чтения пройдут летом или осенью.